Правила поведения на пожаре едины для всех, невзирая на статус и материальное положение. В Центре социальной адаптации для лиц безопределенного места жительства и занятий проходят плановые учения от МЧС. Сначала инструктаж для сотрудников. Им объясняют, после сирены без лишней паники нужно покинуть помещение. Не по кратчайшему пути, а согласно плану эвакуации. Сотрудник спасательного ведомства проверяет коридоры, информационные таблички и средства пожаротушения. Особое внимание обращается на пути эвакуации, не загромождены ли, на исправность сигнализации, проходит ли сигнал о возникновении пожара эвакуирующимся. Необходимо занять положение на расстоянии безопасное, на них опасные факторы пожара не будут воздействовать. И тем временем соблюдать то место расположения, которое бы не могло помешать подъезду специальной техники. В центре Бомж, как и на других объектах соцсферы, противопожарные учения должны проходить раз в квартал. Наибольшая численность в помещениях по ночам. Сюда приходят на ночлег лица без определенного места жительства. Зимой доходит до 50 человек. Поэтому, по легенде учений, пожар возник в темное время суток. Норматив тоже применяется ночной. Самая главная задача, что каждый сотрудник должен знать в любое время суток свой порядок действий. Каждый сотрудник. Потому что, если не будет слаженности, и будет, соответственно, суета. Поэтому вот эти вещи необходимо постоянно отрабатывать и, соответственно, следить за всеми средствами пожаротушения. На то, чтобы сотрудникам взять вещи, документы и все необходимое, и покинуть здание, потребовалось 2 минуты 40 секунд. Вполне приемлемый результат. Издание с разошлого сгорания в районе кабинета доведущего заклада. Издание обесточить не удалось. Сотрудники и проживающие в Киевном области в количестве 12 человек. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ, Иваново.